Россия планирует увеличить траты на патриотическое воспитание молодежи. Речь идет о цифре в 20% заложенной в проект будущего бюджета, а под патриотическим воспитанием на самом деле подразумевается проведение разного рода молодежных форумов. То есть, ну вот это знаете, когда съезжаются летом на какое-нибудь озеро в Центральной России за государственный счет, разумеется, все ступачи и подхалимы из числа отечественных школьников и студентов, и перед ними на этом съезде, как на рок-концерте каком-нибудь, выступают хедлайнеры из Единой России, рассказывая всякие небылицы о вставании с колен, о том, что действующая власть это от Всевышнего, все остальное от Лукавого, о том, что американцы негодяи, ну и прочий бред. Все это продолжается несколько дней, и за все это, повторюсь, мы с вами теперь на 20% больше платить будем, и вы тоже рады. Тогда начинаем. А я вот, вы знаете, хоть убей, не понимаю, почему мы постоянно какие-то пиаровские проекты Единой России оплачиваем. В смысле, почему эти проекты за счет бюджета осуществляются? Данная партия и так, ведь частично содержится налогоплательщиками. Есть такой закон, знаете, о партиях, преодолевших 3% барьер на выборах в Госдуму. Так вот, все эти политические структуры получают затем из казны по 110 рублей за каждый голос. То есть проголосовали за какой-нибудь ЛДПР, 10 миллионов человек умножайте на 110, вот вам бюджет. ЛДПР, пожалуйста, 1,1 миллиарда рублей. Правда, пропагандисты очень не любят об этом рассказывать, вернее, не совсем об этом. Они говорят о данном факте, когда им оно и удобно, в нужное время и в нужном месте. А вот яблоко теперь федеральные деньги получат, а вот КПРФ. А что про партию президента не рассказываете? Она ведь точно так же. Бюджетное финансирование имеет и поболее, чем все остальные, намного посерьезней. У этих ребят финансирование-то. Центр избирком утвердил итоги выборов в Госдуму 7-го созыва. Уже сегодня новым депутатам будут высланы уведомления, подтверждающие их избрание. В Нижней Палате будут представлены 6 партий. Единая Россия, у которой конституционное большинство КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. Два депутата прошли от партии Родина и Гражданская платформа. Еще один выбран как самовыдвиженец. Но сказать хотел сейчас не об этом. Я же о пиаровских проектах единороссов начал говорить, и вот вопрос, так почему мы эти-то проекты еще спонсировать должны? Ну что за бред? Только потому, что кремлевские политтехнологи спрятали рекламу Единой России за красивой патриотической вывеской. А чем тогда магазин Ашан хуже? Ну и какой-нибудь сок добрый. Они ведь тоже в своей рекламе уповают на... Покупая данный бумажный пакет, ты помогаешь сохранить лес и экологию. Но мы ведь не оплачиваем компании по продвижению данных коммерческих брендов, а с Единой Россией оно почему тогда прокатывает? Уже даже смех вызывает происходящее. Случается в каком-нибудь Барнауле открытие детской площадки или там велосипедные дорожки, которые местные власти вообще-то за бюджетный счет построили. Выполнили свою работу в кое-то веке, тут же появляются ребятишки из партии. Партии и давай чесать присутствующим. Это мол мы все сделали ночей, не спали. Подарки какие-то от Ер начинают раздавать, массовые гуляния устраиваются. Еще раз для тех, кто в танке. Такие вещи называются пиаром или рекламной компанией. И оплачиваться подобное должно за счет средств партийной кассы, а не за счет бюджета или один негодую по этому поводу. А нынче, смотрите, ребятишки вообще обалдели. Не стесняясь закладывают расходы на проведение промо-акции собственной партии в проект бюджета страны. Я даже не знаю, как назвать-то подобную наглость. Это реальная журналистика. Цирк опять уехал, но клоуны по-прежнему с нами. Поехали! Еще одна клоунесса, которая упорно не хочет гастролировать со своим цирком, а все сидит на шее у народа, сперва в правительстве. Потом в счетной палате, теперь вот опять в правительстве госпожа Голикова. Эту даму, к слову, как мне кажется, уже давно пора. В краснодарские отряды Путина записать, потому что она как чего ляпнет, хоть стой, хоть падай. Вот и в этот раз. Но начнем издалека и так. В начале минувшей недели господин Кудрин, он сейчас вместо Голиковой на Зубовской площади чем-то там груши околачивает, заявил буквально следующее. Уровень бедности в стране по-прежнему высок. 19,3 миллиона человек, то есть 13% россиян, имеют доход ниже прожиточного минимума. Однако уже к выходным все пропагандистские информагентства в стране пестрили заголовками. Голикова не согласна с утверждением председателя счетной палаты. Цифры, мол, где прошлогодние, апеллировала барышня. А в этом году жизнь россиян заметно улучшилась. Как минимум миллион человек стали богаче, ну, вылетели в смысле из того рейтинга нищих. Правда, в конце концов, вице-премьер Блондинко сама себя и закопала. Одной из причин такого рывка, резюмировала чиновница, послужило повышением рот, минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Ну, в среднем где-то на 200 рублей, получается, увеличился данный показатель. Ай, красавцы, фокусники, просто недаром я цирк на протяжении всего эфира вспоминаю, как победить бедность, не заморачиваясь при этом совершенно правильно. Снизить планочку или, говоря доступным языком, если еще вчера бедным считался работающий гражданин с трехкопеечной зарплатой, сегодня бедными стали только те, кто меньше двух копеек получают. Голикова, кстати, ведь и в мае подобную схему провернула, отсюда и миллион новых богатеев по стране. Классная вещь статистика, а если вкупе с грамотным применением математических формул все это делать, так мы вообще скоро заживем. Еще один гений, на этот раз от законодательной ветви власти, но тоже мастер Перла, депутат Николай Валуев. На медней парламентарии общался с избирателями посредством онлайн-конференции. Вот такая реплика прилетела от жительницы Кемеровской области Алифтины Макаровой. «Здравствуй, Коля! Неприятно и даже стыдно быть бедной в такой богатой стране, как Россия!» Вот и все, что хотела сказать. Но Коля не растерялся. «Что, что, держать у меня удар этот парень умеет, а не надо стыдиться бедности!» «Парировал слуга народа, бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым!» «Браво, браво, Николай! Я прям горжусь вами после такого ответа. Думаю, не я один. Мы все теперь с вами снова начали гордиться. А кроме того, вдвойне приятно слышать подобное от человека, который в прошлом году только по официальным данным, опубликованным на сайте Госдумы, кстати, заработал 10,5 миллионов рублей. Это 900 тысяч в месяц получается у человека доход. Конечно, бедным быть не стыдно. Вот Коля не стыдный, а Левтини тоже должно быть не стыдно. Тем более, что Коля не единственный из числа слуг народа, кто бедности-то не стесняется. «Просто денег нет. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения.» У них вообще там тренд такой, видимо, последние пару лет. Я имею в виду не стесняться своей нищеты у них, в смысле у тех, кто обслуживает наши интересы. Вот еще одна история, пожалуйста, на этот раз от моего коллеги Юшкиного крота. Слушайте, а до меня наконец дошло, пока вы смотрели фрагмент данного кино, почему же наши слуги народа, которым не стыдно быть бедными, отправляют своих детей на ПМЖ во вражеские страны, где последние живут не так скромно, как их соотечественники. А ответ-то кроется в самом вопросе. Стыдно ребятам за своих отпрысков, вот и отсылают с глаз долой, мол, да подавись ты там икрой да заблудись ты в своих 15 спальнях, на которые сама, разумеется, накопила 30 годам, не работая при этом. Хотя тоже объяснимо, с папиных денег на мороженое с детства откладывала, когда разбила копилку, вот тогда папу и разозлила. Он, я уверен, предлагал ей пожертвовать данные накопления на какое-нибудь доброе дело. Нет, избушку лишь купила в пригороде Лондона. А все почему? А потому что патриотических форумов в период взросления таких вот эльсин в стране не проводилось. Ну, с чего мы, собственно, и начали. Так что, может, и зря я обо всем этом рассказал-то, да еще негодование себе позволил. Нет, не патриот, я какой-то тоже. Ладно, все, закругляться пора, и это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе вы найдете больше поводов для радости и гордости. Заходите, не стесняйтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть чем поживиться. А еще в друзья добавляйте, и с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, и я же за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok